Буквально одну минуту. Сейчас будет мой любимый момент. Ему нравится наблюдать. Он большой проказник. Подумай над этим. Он дает человеку инстинкт. Дарит этот экстраординарный подарок, а потом, ради развлечения, для своего ролика космических трюков, устанавливает противоположные правила игры. Это самый жестокий розыгрыш за все минувшие века. Смотри, но не смей трогать. Трогай, но не пробуй на вкус. Пробуй, но не смей глотать. И пока ты прыгаешь с одной ноги на другую, что делает он? Хохочет так, что его мерзкая задница вот-вот лопнет от натуги. И он закомплексованный ханжа и садист. Он просто рэкетир. И поклоняться такому богу? Никогда. И как же это связано с сегодняшним объектом? Итак, вас приветствует андроид фонда Сейкер. И я поведаю вам о Кер-Ис. Или SCP-1069. Город Ис. Объект номер SCP-1069. Класс объекта. Евклид. Особые условия содержания. Территория в радиусе 5 километров, окружающая SCP-1069, официально закрыта для доступа гражданских лиц под предлогом химического загрязнения. Все сотрудники фонда на месте работают под прикрытием экологической организации, занимающейся очисткой окружающей среды. Исследования SCP-1069-1 или эксперименты с ним допускаются только с одобрения не менее двух сотрудников научной службы с уровнем допуска 3. Все сотрудники в пределах зоны должны быть оборудованы средствами защиты органов слуха, звуконепроницаемыми или модулированной обработки звука. Лица, пытающиеся проникнуть на территорию SCP-1069 без разрешения и или соответствующей защиты слуха, либо предпринимающие несанкционированные попытки общения с SCP-1069-3 должны быть задержаны и допрошены. В случае необходимости допускается использование амнезиаков класса B. Описание. SCP-1069 представляет собой затопленный на глубине около 220 метров город примерно в 3 километра от побережья Удалено, Франция. SCP-1069 занимает площадь около 4,8 квадратных километров и окружен высокой дамбой, построенной из бронзы и Удалено, что возможно указывает на то, что когда-то это был прибрежный город. Исследования артефактов и материалов, взятых из SCP-1069, свидетельствуют, что его возраст составляет не менее полутора тысяч лет. Судя по данным осмотра уцелевших участков города, он был крупнейшим из существовавших в этот период времени. А архитектура и высокая прочность его конструкций превосходят технологические возможности любой известной цивилизации того времени. Кроме того, обнаружены артефакты, содержащие письменный текст, язык которого был экспериментально идентифицирован как ранее неизвестный бретонский или бритский. Дальнейший анализ зданий города определил, что большей части зданий нанесен значительный ущерб вследствие крупномасштабного цунами и последующего наводнения. Однако, наружная дамба не имеет таких повреждений. Предполагается, что волна достигала достаточной высоты, чтобы захлестнуть стены и затопить город. SCP-1069-2 представляют собой нематериальные человеческие фигуры, населяющие SCP-1069-1. В настоящее время их количество оценено как превышающее 78 тысяч. Существа одеты соответственно большому диапазону исторических периодов. От нарядов времен 500-х годов нашей эры до военной формы Второй мировой войны. И занимаются деятельностью, согласующейся со сведениями о жизни горожан времен V века. Экземпляры SCP-1069-2, похоже, не в состоянии воспринимать или иным образом осознавать существование живых человеческих субъектов, даже при попытке непосредственного общения с отдельными особями. SCP-1069-3 – специфический гуманоид женского пола, обитающий в SCP-1069-1. Последовательно описываемый, как обладающий царственным поведением и облаченный в одежду, характерную для знати V века. SCP-1069-3 способна к общению и предпочитает разговаривать с определенными сотрудниками, особенно с обладающими высоким уровнем экстрасенсорной чувствительности. SCP-1069-3 не является враждебной или опасной для сотрудников фонда. Однако несколько сотрудников сообщали, что замечали необычные рыбьи или дельфиньи части тела, такие как плавники или хвост, когда SCP-1069-3 находилась в их периферийном зрении, а также описали несколько попыток субъекта убедить их переселиться в ее город. SCP-1069 был обнаружен в 1900 гражданской археологической экспедиции, занимавшейся поиском и исследованием подводных руин. Близ. Агенты фонда, внедренные в состав экспедиции, запросили подмоги после исчезновения трех гражданских членов команды во время первого контакта и разведки. Команда сдерживания смогла успешно обезопасить SCP-1069. Всем выжившим членам экспедиции были введены амнезиаки класса А и представлена ложная версия событий. Приложение SCP-1069-1. Отчет об инциденте 1069-8. 1900. Во время исследовательского погружения в восточном районе SCP-1069-1 члены исследовательской группы доктора и были по всей видимости вовлечены в беседу SCP-1069-3. Судя по фрагментам аудиозаписи, извлеченной из останков диктофонов батискафа, исследователи беседовали в течение нескольких минут, после чего люк батискафа был взломан неустановленным образом, что повлекло катастрофическую разгерметизацию. Обломки батискафа были извлечены из восточного района без происшествий. Вместе с одеждой и личными вещами докторов и трупов или каких-либо останков обнаружено не было. Сотрудники, участвовавшие в последующих исследовательских погружениях, сообщают об обнаружении экземпляров SCP-1069-2, соответствующие описанию докторов и в восточном районе SCP-1069-1, одетых в современную повседневную одежду. Как и прочие подобные существа, они не отвечали на попытки общаться или иным привлечь их внимание. Приложение SCP-1069-2. Стенограмма интервью от SCP-1069-2. После событий инцидента SCP-1069-8 доктору старшему научному сотруднику, которому удалось привлечь внимание SCP-1069-3 во время предыдущего исследовательского погружения, было предоставлено разрешение на проведение интервью с SCP-1069-3. Начало стенограммы. С возвращением. На этот раз вы пришли, чтобы присоединиться к нам? Нет, но я хотел бы задать вам несколько вопросов. Конечно. Кто вы, собственно? Я Дэхут, дочь Градлона. Здесь есть те, кто зовет меня королевой. Но я всего лишь страж этого города. Все, кто ищет здесь убежище, равны. Два наших сотрудника недавно исчезли здесь. Вы их знаете? Удалено. И... Удалено. Да, конечно, знаю их. Мне известно именно всех, кто обрел приют в моих стенах. Что вы сделали с ними? Зачем вы их забрали? Забрали их. Боюсь, вы ошибаетесь. Я никогда не держала бы кого-то здесь против его воли. Все те, кто живет здесь, делают это по собственному желанию. Допустим, что вы говорите правду. Но что именно вы с ними сделали? Они укрыты здесь, в стенах моих, моей властью. Вы можете освободить их? Я сказала вам, что не держу их. Если они хотят уйти, то им достаточно лишь попросить. Я не могу принять решение за них, так же, как не могу заставить их жить здесь. У этих людей есть семьи, знаете ли? Они должны... Да, у них есть семьи. С детьми, которые выросли. И супругами, которым они охладели. Они не имеют никакого желания оставаться в мире, где каждый час бодрствования они проводили в страхе перед неизвестным. И они выбрали мое святилище взамен. Откуда вы знаете? Они мне так сказали. Так же, как и то, что вы... Удалено. Все еще безбрачны. И вряд ли пожелаете присоединиться к ним. Вы лжете! К чему мне лгать? Все, что я когда-либо просила. Право жить в спокойствии. Вдали от политики и уловок тех, кто жаждет править миром. Я терпела таких, как вы, долго, пока вы пытались контролировать то, что вы не понимаете. И я терпела, несмотря на все их усилия, уничтожить меня. Я не знаю, о чем вы говорите. Нет, конечно, не знаете. Однако знают ваши вожди, которые будут читать этот разговор. Я пыталась создать святилище, мирный город на берегу. Ваши предшественники страшились моих способностей. Стремились запятнать мое имя и распространять ложь, чтобы отговорить своих последователей от попыток найти приют в этих стенах. В течение многих лет, даже десятилетий, они пытались погубить меня. Сначала с помощью слов, затем силы оружия. И, наконец, прибегли к магии. Их стена воды погребла этот город волнами. Но я и те, которых я поклялась защищать, уцелели. Спросите ваших вождей. Удалено. Попросите их рассказать вам правду. То, что они знают о нас, всегда знали. Спросите их, почему меня представляют как угроза. Почему веками легенды и мифы называют меня демоном. И почему вся власть, даже то, что служит для поддержания мира и защиты, это мерзость. Возможно, тогда вы увидите, что произошло здесь на самом деле. И зло, которое таится в их сердцах. Хорошего дня. Удалено. Желаю вам всего наилучшего. Конец стенограммы. Приложение 1069.3. Примечание исследователя. По состоянию на... 2000... Все дальнейшие экспедиции в SCP-1069 приостановлены в ожидании дальнейшего расследования и изучения возможной подрывной деятельности SCP-1069-3. Весь персонал, имевший прямой контакт с SCP-1069-3, должен быть незамедлительно помещен на карантин в соответствии с протоколами телепатического меметического загрязнения. Коллеги... Коллеги, на всякий случай после прослушивания советую оставить заявки на амнезиак класса B на портале artscp.com или напрямую у... ВКонтакте vk.com slash scpfoundation Мне бы не хотелось подвергать вас риску. Я гуманист! Быть может, последний на земле! Субтитры создавал DimaTorzok